Евгений Ледяев трудится наградообразующим предприятий Заречного с 2014 года. За 8 лет он прошел путь от техника до инженера-технолога литейно-прессового производства. Сейчас его команда внедряет на старте новые методы изготовления продукции из композитных материалов. Они устойчивы к воде, экологичны, обладают электроизоляционными свойствами. Впервые я с композитами познакомился на отраслевом чемпионате. У нас он проходит в нашей отрасли AtomSkills. И в результате моих путешествий по чемпионатам рабочих профессий мне удалось стать единственным на предприятии в Пенсии области чемпионом России по профессиональному мастерству WorldSkills High Tech. Именно за эти материалные будущие, а некоторые исследователи называют 21-е столетие, веком композитов. Большая часть производства на старте уникальна и так или иначе связана с наукой. Многие процессы здесь осваивают, что называется, с нуля. Начиная от изготовления мелких деталей, заканчивая сложными радиотехническими и электронными приборами и системами. На каждом этапе мы разрабатываем технологию, разрабатываем рецептуры различные, если говорить о сырье, технологии переработки. Значит, все это в совокупности приводит к большому объему именно исследовательских работ. Кадры именно для старта готовят ряд колледжей и вузов в рамках взаимных договоренностей. Если брать наш техникум, то ребят готовы брать уже после второго курса к себе на работу. Предусмотрели им практику у нас на предприятии полностью, поэтому всегда наши двери открыты для них. Молодежи здесь помогают адаптироваться максимально быстро. Анастасия Исаева – инженер по автоматизации систем управления предприятием. Другими словами, IT-специалист. Уже два года девушка упрощает работу сотрудников бухгалтерии. Поначалу, конечно, было сложновато работать, но у нас был в первый год закреплен за каждым молодым специалистом. И сейчас так есть наставник, который нам помогает как-то освоиться на новом месте, объяснять технологии, используемые у нас на предприятии и объяснять специфику работы. Особое внимание наградообразующим предприятий Заречного уделяется поддержке молодых специалистов. Тем, кто закончил вуз, на протяжении первых трех лет работы выплачивается материальная помощь. Мы принимаем, когда молодых специалистов, у нас, например, сразу выплачивается и молодым рабочим, которые по интересующим специальностям. У нас было 30 тысяч рублей, в этом году мы стали платить 50 тысяч рублей по приеме на работу. Но при этом они, конечно, на них возлагают, что они сколько-то должны поработать у нас. Сейчас на старте есть потребность в новых кадрах, способных решать поставленные задачи. В их числе переход предприятия от автоматизации к цифровизации, масштабные проекты по импортозамещению, информационной безопасности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.